Протекающие потолки и невыносимые запахи из подвала – уже постоянные обитатели аварийных домов в Ахе. Северяне, чье жилье пострадало от сильнейшего землетрясения, с нетерпением ждали встречи с главой региона. На повестке дня волнующий вопрос – когда, наконец, переселение? Сегодня у ахинцев есть два варианта – выбрать деньги, чтобы приобрести жилье на вторичном рынке, или дождаться строительства и сдачи новых квадратов. Хотелось бы, конечно, чтобы уважались строители нас, как людей. Они просто заселяли в какие-то непонятные условия, где там начинает потом все разбухать и так далее и тому подобное. Хотелось бы, конечно, что-то побольше, что-то пошире. Ну и, как вам сказать, чтобы приятно было жить. Неплохую альтернативу Валерий Лимаренко предложил и одиноким пенсионерам. Они могут уехать с севера, перебравшись, например, в Хомск или Аниву. Там по программе переселения им выделят равнозначные помещения. В этом году в Ахе планируют расселить 9 тысяч квадратных метров пострадавшего в 1995 году жилья. Сегодня в районе нет активных строек, но в ближайшее время поднимать начнут сразу несколько зданий. Видите, снесли, заложить дом не можем. По новым снипам не хватает места. Нужно снести ванну. Хорошо. Где мы второй дом будем строить? Второй дом по улице Женского, да? Да. По улице Женского. Здесь рядышком. Застройщиком. Это где школа? Это где вторая школа? Это вторая школа. А, ну, тут, тут, да. Отголоски страшного землетрясения преследуют ахинцев до сих пор. Дома выстояли, но оставили на себе неизгладимые шрамы. Трещины на стенах разрастаются, потолки протекают. Некоторые квартиры и вовсе брошены. Поднимал вопрос аварийных и даже опасных для жизни домов Валерий Лимаренко и на встрече с президентом России в прошлом году. Как итог, в регионе к 1 декабря 2019 года приготовили профильную программу, которая действует во всех муниципалитетах. Подписать же необходимые бумаги островитян зовут уже сейчас. В администрации города жителям аварийного жилья предоставят договоры на выбранную ими альтернативу. В будущем году мы рассчитываем сдать более 7 тысяч жилья на севере и около 6 тысяч жилья на юге для вот этих вот операций. Кроме этого, глава региона рекомендовал представителям местной власти ускорить темп реализации программы переселения, чтобы ахинцы смогли наконец справить долгожданное новоселье.